Сегодняшняя азиатская сессия ознаменовалась несколькими интересными событиями. В частности, в видео мы будем говорить о коррекции индекса доллара, о возобновлении укрепления иены и о многом другом. Не пропустите, будет интересно. И в первую очередь мы хотели бы остановиться на ситуации с индексом доллара. Напомним, что он демонстрирует позицию доллара по отношению к корзине из шести ключевых мировых валют. И со вчерашнего вечера он немного снизился до уровня 96.20. На этом прервался недельный рост американской валюты. Что же стало поводом для коррекции? Аналитики утверждают, что индекс доллара снижается на уменьшение доходности гособлигаций США, о чем стало известно ранее. Также поводом стало ожидание рынка пятничных данных по инфляции в США. Сейчас же индекс скорректировался до середины своего актуального торгового диапазона между 96.00 и 96.60. Именно в этом ценовом коридоре он и продолжит торговаться до публикации важных пятничных данных, считают эксперты. А вот из Японии мы получили не совсем положительные новости. Сегодня вышел целый блок данных из этой азиатской страны. Как оказалось, за третий квартал ВВП Японии снизился на 0,9%. Это может спровоцировать ослабление иены против доллара и выход на уровень 113.80, который был достигнут еще вчера. А текущая коррекция вниз по данной валютной паре может оказаться временной. В то же время австралийский доллар в среду достиг недельного пика по отношению к безопасным валютам – доллару и иене. Произошло это благодаря росту аппетита к риску на фоне признаков того, что штамм Omicron может оказаться менее опасным и несущественно более резистентным к существующим вакцинам. Это действительно хорошая новость, благодаря которой котировка пары австралийского и американского доллара достигла отметки 0,7125. И сейчас есть все шансы, что после небольшой коррекции и паузы австралиец сможет вырасти еще сильнее вплоть до отметки 0,7160. Ведь в целом ситуация на мировом рынке подняла настроение трейдеров, подтолкнув вверх акции, а также более рискованные валюты, включая австралийские и канадские доллары. И на этом мы завершаем наше видео. Спасибо вам за просмотр и не забывайте, что мы будем рады любой вашей активности и вашему участию в обсуждениях. До новых встреч!